В России очень трудная судьба была на протяжении последнего прошедшего века. И действительно, мы метались из стороны в сторону, из крайности в крайность, меняя векторы развития, идеологию. И в итоге пришли, в конце концов, к тому, что мы были противостоянием всему миру, цивилизованному миру, западному миру. Сейчас, слава богу, мы реабилитировали себя в глазах Запада. Я не говорю о Западе как о сопернике, я говорю о Западе как о партнере. Мы начинаем себя потихонечку реабилитировать. И Запад видит, что мы действительно делаем правильные шаги, как в демократическом каком-то понимании, так и в защите даже прав человека, к чему у нас больше всего претензий. Вот эти вот дикие затраты совершенно на ту же Олимпиаду в Сочи или на какие-то такие проекты, которые, грубо говоря, видны из космоса, видны Западу, они все-таки оправданы. Потому что сейчас мы все больше выступаем в роли равноправных партнеров. И это самое главное достижение последнего времени. А идеология новая, она, к сожалению, по-моему, не поддерживается, как сказать, властью, но продвигается левыми. Я все-таки, наверное, больше склонен за русскую идею. Потому что мне очень обидно и очень неприятно, когда действительно у нас меньшинство в каких-то областях просто нагло забивают коренных жителей нашей страны. Давайте их называть русскими, что это же не преступление. И мне очень обидно за это. И я вижу, допустим, в американском обществе прогресс в этом отношении. Вот прогресс действительно настолько высокий, что, допустим, когда я нахожусь в Лос-Анджелесе, это граница с Мексикой, и меня не задевает, что, допустим, надписи на латинском языке и надписи на английском языке. А здесь это доведено до абсурда у нас. У нас мы должны выровнять эти отношения. И вот национальная идея именно в этом заключается. Мы должны объединить в себе, как в Советском Союзе, все нации. Мы друг к другу не относились, как к таджику или грузину. Мы все были советские люди. Что-то подобное.